Я у форта Руфиджо. Сейчас агент — наша единственная зацепка. Надеюсь, он ещё жив. Союзники были здесь в 41-м во время операции «Компас». Поэтому у меня есть план здания. Крепость стоит на скале над морем. Взять её штурмом невозможно. Но один солдат сможет незаметно проникнуть внутрь, если пройдёт мимо прожекторов. Даже ночью здесь полно фашистских войск. Стрельба с равнины — это фактически самоубийство. А если нет, на звук выстрела сбегутся солдаты. Начинается буря. Это может сыграть мне на руку. Перемещайте ловушки. Да, всё нормально. Пан либо пропал. Так, проберитесь в крепость. Ещё и мины тут, оп, как удачно поставили для нас. По миссиям. Тут у нас есть местечко, где припарковаться можно. Попробуем. А ну-ка, давайте сейчас вдоль как раз пробежимся. На эту точку посмотрим, что там за позиция, насколько она хорошая. И что она нам даст. Чё там прыгающая луна? Чё, не успел прочитать. Если убивать, то бесшумно. Окей, договорились. А если не убивать? Кстати, крепость здесь всего лишь 200 метров. По факту, да. Вы видите из строевышки с прожектором. А гроза? Где обещанная гроза? Я бы сейчас, на самом деле, отсюда поснимал бы их. Чё, 100 метров вообще ерунда. И дальний самый выстрел в статистике, там считается, 178 метров. То есть, выстрел за 300 метров по динамику не засчитывают в данном случае. Грозы не будет? Ну, а кто обещал грозу? Ладно. Пошли там дальше, может, гроза начнется. Вот. Вроде бы гремит. Но выстрел не скрывает. По крайней мере, сейчас нам не пишут, что выстрел будет скрыт, незаметен. Бребня. Так, кто-то вернулся. Этот умер. 70 метров позиция вода. Немцы отсиживаются. Ну вот они, итальянцы. В принципе, здесь, как я писал, преимущественно даже итальянцы у нас соперника. Не столько даже немцы. Вот она, снайперская позиция. Генератор внизу. И, кстати, можно его... ...ликвидировать как раз. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Среагируешь? Ну, не няде. Че-то? Че-то? Так и сделаю. Тут, если труп находят, они просто начинают искать... ...того, кто убил. При этом не подключают никого другого. Просто. Совет по выживанию. Маскировка звука. Звуки выстрелов очень громкие. Если вам нужно сделать выстрел, используйте любую возможность, чтобы замаскировать его более громкими звуками окружающей среды. Когда вы найдете достаточно громкий звук, попытайтесь определить его периодичность. При тщательном выборе времени вы можете потрепать противника раньше, чем он что-либо заподозрит. Сейчас будем трепать противника из всех орудий. Ну, из одного, в принципе. А че не лег? Так, расчистил тут так, значит, аккуратно, знатно. Теоретически мы можем попасть ему в голову вот... ...в эту маленькую-маленькую макушку. Почему только в теоретически? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тьхо. Если сейчас будет шуметь... Вот. То мы его свинтопки уберем. Если он начнет шуметь... ...то пришлось бы у вас пистолета пристрелить. Понятно. Ну, разбирись так. Для неудобно ложиться. Да. так теперь второй выстрел по самому прожектору и тут 30 похоже просто ждем классная штука кстати вот для снайпер а тут специально сделали да судя по всему не нам можно попытаться попасть вот сюда допустим если между досок пролетит пуля то будет великолепно давайте попробуем так вот из дисперадеса ускорение так сидишь ждешь чуть-чуть скорость мы его убили а нам не показали ничего ну да пара летела пуля между досок но на этом и все так а машина два выстрела нужно сделать машину потому что кого-то на стене снять на 200 метров все-таки будет поинтересней выстрел поприличнее нужно быть к нему отнестись вообще не интересно тем возможно придется его убивать давай вот это хоть кто-то у нас тут еще есть должны а вон есть бродяга сколько метров 150 наверное нам показали луну вместо ну выстрел в голову то есть пишут выстрел в голову куда конкретно там выше ниже не показали хотя расстояние ну метров сто двадцать наверно все таки где-то так нам придется сейчас чуть влево бежать что здесь по позиции есть еще однако тут позиция снайперская нам нужно вышку нейтрализовать зайти с этой стороны а чтоб красиво так зайти о вот есть попадание ох ты ёшкин кошки что такое позицию наши не должны раскрыть посмотрим как они будут действовать если по нему попали но не убили поцеливать голову это интересно не ну кто-то разговаривать начал бежать в нашу сторону я смотрю никто не собирается ему вообще пофигу стал придется в тело сейчас ну в самое мягкое тело я бы сказал пардонте пардонте мисс кузи в данном случае давайте как-то близко показываю да а мы сделали хороший выстрел дальний он буквально недавно того чувака и нам показывали луну просто вот сейчас он смотрите дойдет сюда и тревогу не поднимет выстрелили они тревогу не подняли так говорит сквозняком пулю надуло бывает чего стреляли война эхо войны да как говорится эхо войны но тут я не в чисто голову хотя засчитывают за голову да там чуть наклонил получается через шеи чистенько залепил черепушка твоя торчала так и все это засчитывают со снайперской позиции на убийство тишина покой вообще никого даже музычка не меняется то есть если выстрел мы скрыли музычка тихо оу пардонте а ты еще тут два выстрела два выстрела и он так знаете нелепо оборачиваются такой печеночку мы говорили тебя не пей много раз не показывают опять кто хочет не что-то доказать а справа никого вроде бы хотя голоса я опять не пей много не пей много а а а а а а а белки в глаз где дичь ладно они ждут пока не увидят цель мы уходим отсюда мы тихо уходим мы собрали свои вещички у нас цель теперь зайти вот так уничтожить прожектор такое ощущение что они рецепт пиццы обсуждают стерящих может быть ну что поделаешь как-то менее сурово звучит чем когда тебя ищут немцы когда слышишь немецкую речь до какой-то лагерь какой-то лагерь я сам не понял где ты был все возможно в доме нет в доме никого чисто спокойно фугасиков нам а вон он он забудьте забудьте я хотел подарочек оставить что снайпер что ли проснулся у вас могут убить час да да моя маленькая шалость не увенчалась успех ну и ладно будем тогда по-плохому с тобой на рекорды идут смотрите идут на сплошные рекорды даже доски он постелили для нас чтоб у пролезли незаметно спасибо проволоку порезали доски постели даже пузо не то что царапать пачкать не придется насчет уничтожения машин заданий нет ой ты чё два раза забери один фугас это мы так ну стреляй гром гремит и больше ничего слева кто по мне стреляет мне показалось кто еще слева оказался а кстати можно попытаться сейчас его убрать наверное бесшумно если встать все таки он как-то странно больше в голову если попасть первого какие вы что сразу точные становитесь ребятки 1 давай бинтик по-быстрому машина едет нам нужно свалить иначе нас нашим же фугасом иначе 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 пикалов рецепт обсуждают они очень сильно привязаны искусственный интеллект точки где они нас видят на более низких уровнях сложности то есть показывают где они нас видели куда они пойдут до куда будет целиться куда даже стрелять они будут типа считая что введут огонь на подавление тревога есть нет пока больше признаков жизни не подают но и пользуясь шумихой особо не прячемся и фугасе оставим еще подарочек на дороге все равно грузовик исчез сейчас мы вместе с ним неожиданно они обычно как-то должны были останавливаться все-таки мол бла-бла-бла там тревога поможем нашим это возможно фишка в третьей части такая прям очень очень жестокая плане тревог что они тут еще ждут нас возможно даже а может поднимемся сейчас вышки посмотрим тем более бинтики он лежат бинтик можно даже один тогда использовать по-любому не хочу просяжена да если бы было бы в полный он не использовал написал бы у вас полное здоровье на вас можно огороды пахать именно с такой формулировкой спускайся спуск спускай все о молодца то что итальянцы используют немецкое оружие ты вообще не вижу проблему о игральные карты в чем проблема ну чей снабжать не могли нет печь днем и холодильник ночь это даже камень особо не нужен он как роли не такой не играет о грузовик 1 пошел или этот тот наверно взорвался насчет убийства мне не написали с чего ты взял что это я эх ладно пошли побегаем здесь на столе что-то идти о вспомогательное задание сейчас выполнен он к нам бегут а мы наглую будем обыскивать но он стреляет вон на подавление там где нас видели последний раз а у них этот разум улья его там видел один значит видели все то есть это может быть даже чего его опускать нельзя какое-то инопланетное вторжение фэнтези игра у нас скоро здесь проедет итальянский полковник нужно поздороваться убрать проезжающего атаковать автомобильный у меня в принципе фугасы уже установлены можем на всякий случай поставить здесь еще один я не думаю что не будешь пригодятся где и занять позицию на вышке наверх все равно не так проблематично о еще бинтики есть вариант куда использовать нет а ну все офицер что не доехал но бывает что допустим если не положил фугас опять же вот той же второй по четвертой части если я правильно помню фугас если положил не под колею скажем так гусеницы или колесом не наехал естественно фугас не сработал на танки в четвертой части точно охотился оставляя плюс-минус если танк поедет правее калии левее в несколько метров с разницы ставил фугасики тут как бы проблем с этим нет да совет по уживанию разведение костра огонь нужен чтобы согреться приготовить пищу очистить воду вскипятив ее вы можете разжечь огонь при помощи кремния и огни при условии что вы всегда носите собой труд в открытой пустыне используйте любой кусочек мертвой растительности если вы окружены врагами при помощи огня можно также привлечь их внимание или взорвать находящийся по ближайше сети взрывчатые вещества в принципе только последняя нам полезно костры и тут разводить снайперу не прикрутился ну по крайней мере во время нашего геймплея костры не разводит не предлагает я внутри и сразу тебя завалило окей хорошо тут дополнительные задачи возможно тоже будут но крепость как отдельная локация поэтому мы никого и на стене не видел а вот она цель да наверно а это друг как раз которого спасти нужно все но это в любом случае цель агент хочу спускаться по лестнице это тоже лучше рискнуть чуть якобы пошуметь вспоминаю когда в сан-андреасе эту тему добавили ставился в тени ты не в тени тихо в лесу только не спит патрун так тихо тихо проходим не кричи но здесь уже по идее немцы да даже итальянцы жаловались что они поле мерзнут грязи в пыли а эти тут плечо по можно было как поменять может не в этой части может в 4 либо вообще с марки например путаю массаж успех заказу бумажки дневный квали на предатель среди моих сотрудников затесался предатель не имеет большого значения на кого он работает у меня много врагов фюрер окружен членами партии которые завидуют моим успехом и порадовались бы моих неудачам моих неудачам может опечатка но меня не интересуют их имена в моем распоряжении есть люди которые более эффективно чем я умеют докапываться до правды и даже если они это не сделают это не имеет значения предатель послужит уроком для тех кто встанет у меня на пути а у меня есть более насущные проблемы кстати еще порой но почему я привыкла со второй части к вот этой вот винтовки немецкой во первых она точная во вторых к ней патроны без проблем находились так как если там другое оружие противник со своим бегает нему патроны найти сложно поэтому я использовал либо это либо более более классический мп-40 либо мп-44 если есть вариант потому что там в основном 44 использовали элитные подразделения как это ваш лазарет что с москитной сеточкой такой но пострелять пока такого красивого варианта нет нигде не генератора и не надо сказать ну раз слышал иди посмотри если что-то слышал сходи посмотри как-то почему-то у него боковое зрение периферическое не сработало сейчас они порой удивляют ой тут можно разнос устроить такой что любо-дорого смотреть зенитку можно уничтожить вполне возможно даже тут второстепенное задание такое есть уничтожить зенитку а где гром вообще обещанный уже подошли практически к пленнику где обещанный гром который должен был скрывать выстрел я думаю на этом еще миссия не закончена мы должны вывести агента мы нашли пора на свободу есть офицер из людей валина у него ключ понял кстати оружие заставках смотрите он использует классическая которая в принципе у него базовая так сказать не реагирует на то что я использую совсем другое оружие естественно офицер на другой стороне у гроза ну будь же так добра начни скрывать выстрелы мои можно повеселиться хоть и недалеко они ну по мелочи пострелять а потом из гранатометиков добить всех и каждого хотя давайте в подвал по-любому тут в темнице что-то интересное можно найти хоть я планировал по стене пройти опера сказать идеальное попадание можешь если хочешь ой я не помню кстати в каком-то шутер очки была такая тема вот тоже что-то стелсовая если я правильно помню и там была проблема что когда ты перезаряжаешься тут вот допустим добавляется один потом ты выстрелил один отнимается а там именно обойма выкидывать ну то есть выстрелы один раз в обойме 10 патронов ты пулю пустил в лоб кому-нибудь потом нажимаешь по привычки классических шутеров перезарядиться до зарядить патрон а он просто всю обойму выкидывает и у тебя минус 9 не помню в каком это было интересе честно может какую-нибудь смерть шпионов кстати прикольная тема а вот да тоже от принципе можно сказать отечественных разработчиков я не помню кто конкретно разрабатывал игру но вот именно так называлась мир шпионов даже покупал ее в стиме хитман что-то в этом же духе тоже переодеваешься в тылу у немцев различные задания была еще игра тоже старенькая такая достаточно подобном духе там только на территории франции действуешь и играешь за девушку шпиона не помню как называется он тоже это игра была в стиле у меня у меня так он здесь как я прошел ладно не жалей врагов да этим рукопашечку сам собой ключи отлично обыщите старшего офицера все идем освобождать он можно опять же зенит очки этой подняться а когда-то еще есть тут внизу судя по всему но зенитка прям на крыше нет лестницу не увидел может просто прошли а и здесь ты мне не дашь до забраться окей хорошо забавно что даже шаг по идее стоим для них это как красная тряпка то есть вроде бы свои же тоже входят правильные еще они вполне возможно все сюда полезут тут аман но труп нашел похоже кто-то тут через домик пошел но два грудь один голову скажем так условно когда начинаешь идти вот так вот выходить пуля летит разброс большой успокойся все хорошо у вас тут особо уже никого не осталось проверим да все тихо спокойно что тут еще реагирует на что-то вот эту дверь нельзя открыть никак мы бы просто удобно вас 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 и сделав ты страйне передумал проходим к шпиону сейчас поближе ждать вот это когда вы подниметесь я вообще не вижу смысла сейчас третья часть прятать трупы практической части нет пользы от этого никакой рак снова тебя видеть нужно тебя отсюда вытащить единственный путь через линию фронта но меня немного потрепали я прикрою сможешь идти свобода большой стимул да я смогу когда путь будет свободен иди к проходной ладно и сейчас по идее наверно будет гром и молнии чтоб я мог прочистить я уже не хотел скрываться обожаю тебя мало то что стреляешь когда в прицел смотришь еще порой так забавно делаешь ну ну раз уже расчистить путь то расчистить путь серьезно а кто так бросает гранаты далеко причем порой бывает реально спасает если успеешь лечь таки в голову выцеливать веселее хотя согласен есть винтовки с более ощутимым уроном хотя это тоже не такая уж и и простенькая винтовка смысле тут далековато что ли а где вас а он прям вот ему а кто стрелял тихо 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 не психуй дружище но нет причем засчитали что в руку попал от винтовки не отскакивает либо мне так не везет либо здесь все таки этого и нет потому что очень часто второй части ты попадаешь допустим вот какую-то часть оружия пуля рикошетит чуть меня и хорошо теперь он сможет пройти я думаю даже не будем менять оружие у нас еще один снаряд сможешь прыгнуть нормально тут нет не даст инстинкт самосохранения не дает письма мартину дорогой папа стоит стоит почему тогда просто с большой после запятой ну ладно стоит просто невыносимая жара мы или покрываемся слоем пыли или истекаем потом недавно мы отбили немецкую атаку но потеряли много хороших парней под огнем вражеской артиллерии автоматов это место совершенно непригодны для жизни над погибшими ранеными сразу же начинают кружить тучи мух и стервятников а дым от сгоревшей техники застилает все небо если это не похоже на то я даже и не знаю как он должен выглядеть дорогой папа надеюсь ты хорошо себя чувствуешь у меня все хорошо я готов и хочу убить еще больше немецких салатов кстати нот что касается а да да то как бы в различных культурах особенно в древности от обычно выглядел так как присуще было погоде в том регионе там где жара от представлялся именно таким жарким местом с кучей огнем с кучей огня а на севере это порой очень-очень холодная с морозом погодка неприятная выходим все что а не может пострелять еще тут с громом и молнии может зря автомат выбросил как интерес тут вот снайперки поставили да сейчас еще пострелять придется может похоже он там я прикрою его со стены а вот-вот начинается ему нужна небольшая помощь а здесь нельзя взорвать о подожди подожди не паникуй я хочу попытаться зенитное орудие еще уничтожить нет так ну тебя 70 то здесь тем более ветер боковой очень жуткий приходится просто в этой игре отталкиваться вот от имеющихся данных да то есть чувак 70 метров значит этот где-то 150 плюс жуткий ветер боковой ох ты ох ты а сейчас пуля интересно засчиталась даже с учетом моей начальной скорости полета пули самой максимальной насколько я заметил из винтовок которые у меня есть доступных все равно приходится на относительно небольшую так или даже дистанцию делать корректировку ну ты хорошее задание то есть по факту тебя заставляют стрелять мне это нравится именно со снайперки со стены именно со снайперки со стены так это есть она живет стрельба идет с третьего попадания в тело убили только правда тут он бежал я даже голову не пытался выстреливать тут кто-то стреляет вот они хлопец ты даже не понял откуда идет огонь ох как красиво во время молнии гром и молнии единственный может быть косяк когда слишком высокий уровень начального полета пули не прям по белое нужно учитывать что какую-то часть мы преодолеем преодолеем не он живучий в него пофигу и я смотрю обойму выпускают за обоймой но это не в голову хотя засчитали вроде бы даже в голову шейный отдел все равно задели да он тут уже метров 150 по идее если сейчас в голову то да хотя нет попал сердце и печень да то есть метров сто сейчас проверим на это примерно такую же высоту взял тоже в сердце и печень но зашел вместе как раз где обычно меч ван зале да когда убивали гладиатором ветер как-то утих неожиданно меньше пива надо пить почки будут целы но не пишет сколько метров это меня вот единственное что в этой игре расстраивает что не пишет после каждого просто для себя это же игра я не настаиваю на я никогда не настаиваю на стопроцентном реализме и считаю там допустим когда тебе нужно следить за тем что твой герой не замерз чтоб он там кушал питался как тамагочи это это можно упускать на мой взгляд это просто убийство времени точно так же здесь расстояние просто для себя хотя хотя это упрощало бы делать ты точно знал бы по точкам я так в четвертой части в режиме выживания пристреливал конкретные точки знал сколько метров и так на скидку же порой стрелял быстро где-то справа слева они видят огонь но я по нему не вижу в него допустим не заходят сейчас снаряды он их не впитывает а другую позицию мне занять не дадут о максимальное количество отлично пассив или дадут мне занять другую позицию или дадут мне занять другую позицию а из окна площадь красная видна нет из нашего окна нифига а кстати раз тут максимальный пользуясь а нет эти зенитки уничтожить невозможно зенитные орудия а он двигается до она живет все таки я набегался такой так мы его ранили отлично на помощь к нему никто не пошел ох какой сквозняк то а прям вот только собрался стрелять смотрю ветер шквальный да в бок начинает сносить корректировку приличную пришлось сделать но где-то в половину с моей начальной скоростью пули нужно резать на такие дистанции с нашего окна стреляем я вот сейчас тут главное не упасть во всякий случай сохраняться надо ха 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 вот оно шина шина он вполне возможно что по времени просто выжидает у вас там все хорошо господа с одной стороны с одной стороны друг от друга и другой спрятались в мешочке а подожди просто из любопытства да по прямой политик стабильненько да расчищает да расчищает тебе еще и и и ничего не оставляем что чувак тут на самом деле 128 метров всего лишь ну это заглушка работает по всему то есть реально никто огонь не ведет скрип не сработал врагов нам не подгоняют постреляем по вот этих ты бежать собираешься дружище нет вроде бы у него 128 метров будет на метров 150 машина слишком низко уходила пуля близко к колесу прижималась в тебе там пару обоим прибавилось правда но конкретно прям в нем конкретно прям вот-вот форт руфиджо чё тут дали нам бонус элитного снайпера снайперская позиция коллекционные карты у джаз обе вышки офицер убит дальние выстрелы здесь на какие-то снайперские позиции то есть это все не то сумма расстояние до цели 4000 максимальную хотя бы хотя бы просто вроде бы вписали во второй части в 4 написали в конце максимальная дальность одного выстрела всегда это было любопытно но если нажму продолжить час он расскажет что в следующей миссии будет что такое проект эпидемия все еще не ясно агент брауэр так и не сумел это выяснить до ареста но у него есть наводка вален часто ездит на аванпост в сиве мы не знаем будет ли он там но он любит чтобы все было по порядку у валена все будет спланировано включено в график и записано мне нужно всего лишь это найти брауэр полезен он рассказал мне где находится кабинет валена и немецкие склады в городе есть несколько хороших позиций для снайпера а еще старый подземный туннель будет непросто но где-то в этом городе я найду то что нам нужно по-любому найдем но в следующей серии уже на сегодня все друзья мои с вами был вера всем добра пока пока